друзья приветствую всех у нас видео из архива видео было снято полтора года назад это у нас техническая диагностика инспекции инспекция искать погрузка кейс 580 супер и строительная компания в москве заказала такую услугу у меня именно сделать полностью техническое устояние их него искал погрузка для того чтобы определить и выявлять все неисправности чтобы потом компания с и дальнейшем списка неисправности принимала решение как дальше поступить с их ним собственными скажем погрузкам вы спросите для чего это нужно и почему они сами не делают и так далее смотрите друзья вы компании постоянно меняются именно механики которые курируют этот вопрос что касается в каком состоянии техника когда она обслуживалась обслуживалась вообще и операторы часто меняются поэтому руководство компании заказала у меня инспекцию техническую диагностику для того чтобы понять в каком состоянии находится собственная техника чтобы принимать решение потому что вы не механики и операторы то есть меняется и то есть нет понимания то есть в каком стане техника на сегодняшний день напоминаю видео было заснято полтора года назад и давайте посмотрим это видео и потом дальше еще я расскажу как и что для нас нас кейс 580 супер как написано у нас на стекло не просто 580 а супер приехали мы на диагностику на выявление всей неисправности то есть есть владелец который не сам не знаю из каком состоянии экскаватора оператора уже нет который на нем работал который бы рассказал что с ним что у него болит поэтому нужно попытаться его завести и сделать диагностику весь список неисправностей и как бы уже чтобы собственник уже посчитал ну что с ним сделан восстанавливать ремонтировать продавать тогда нам сказали что он без быстрого старта не заводится уже здесь фильтр снятый вот в кабине сейчас будем пробовать заводить а Продолжение следует... 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 Третья. Казанотормус, полный газ. 1700 оборотов. Это очень мало. Еще раз показываю, что у нас и двигатель, и ходовая, и гидравлика у нас глушит двигатель. То есть у нас не такое, что у нас проблема и с гидравликой, и с коробкой. Нет, здесь проблема именно с самым двигателем, так как у нас еще он не заботится ни на холодную, ни на горячую без быстрого старта. Поэтому здесь точно вердикт о ремонт топливной системы. Хотя двигатель не дымит ничего. То есть именно, имею в виду, не видно расход масла. Дымит черным дымом, это топливная система. Стояние. Регулировка в руле работой. Ручаг переключения передач. Стал гибкий. Свободный ход. Ну а так. Видно, что было какое-то стекло сломано. Наверное, вот это. Все в стеклах. В стеклах. Ручаг на замок стрелы сломан. Замок, этот трос заклинин. Жигины. Пойдет. Уходили все чисто. Ладно. Нас волнует сегодня исключительно техническое состояние. А, еще сломаны фиксаторы задней двери. Крышка на гидравлический бак. Снова мы на прям вот так вот прям. Дырка, да? С вами, что здесь отпор еще должен быть. То есть пробка такая. Радиаторы забиты просто напрочь. Просто забиты напрочь, ни разу не мыли. Виска муфта заклинила. Не работает. У нас здесь видно, подтекает турбина. Сейчас мы откроем эту плату, посмотрим. У нас все клапанные крышки двигателя подтекают. Еще раз скажи. Подтекают клапанные крышки двигателя. У нас... Так. Здесь топливный, на топливном ваке. Крышка сломана. Вот так у нас все сопливит. Клапанные крышки. Видимо, масса сломана. Кнопка масс. Еще раз будем заводить. Покручили манометр. Давай, 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 дожди. Давай. 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 Стой. Показывай, что аккумулятор слабенький получается. Летом, на горячем. Не, не мосты ничего не подключено, да? Давай. 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 Вентилятор может сломаться Давление 2, это очень мало Патрук с турбином, который идет на антеркуллер Видим, что там масло кидает Не знаю, насколько много, но не видно, чтобы он сопунил По-хорошему, это в самом антеркуллере надо смотреть, сколько там масла Изношена муфта в коробке переключения переднего моста Проскальгивает шлицы То есть она через раз включается Это надо разбирать коробку Так, друзья, наша работа закончена Все неисправности мы выявили Который присутствует на данном складе погрузки Кейс 2010 года С наработкой 7700 Мы выявили Сейчас Дмитрий Львович Нам прочитает Все неисправности, которые мы нашли И мы поехали Замена натяжителя ремня Подтянуть противовес Или поменять болты крепления Нет шпилек на передних колесах С одной стороны две, со второй три штуки Замена ножа от вала Нет левой ступеньки Правая согнута Переднее левое колесо спускает Гидрозамок каретки Сломана трубка Сломан замок стрелы Отсутствует стоп-сигнала на штатных местах Каретка трещины в четырех местах Люфт в соединении поворотной тумбы и каретки Люфт в соединении задней стрелы и тумбы Люфт в поворотном цилиндре Гидроцилиндр подъема стрелы Сопливит Сопливит цилиндр ковшевой Поврежден шток Замена штока на ковшевом цилиндре Механизм открывания-закрывания ковша Замена втулок и пальцев Замена рукавов ковшевого цилиндра И дополнительной гидролинии Замена направляющих телескопа Замена подкрылков задних колес Трос замка задней стрелы Замена Не работает ручник Подтекают гидроцилиндры в челюсти Отсутствуют защитные Подкрылки? Кожухи Ага Люфты соединения стрелы и ковша И переднего ковша Люфт в рулевой тяге справа В шкворне справа Заварена рулевая тяга слева Подтекают сальники полуоси на переднем мосту Люфт слева Люфт левого шкворня Люфт в ступичном подшипнике Левое заднее колесо Люфт в ступичном подшипнике Правое заднее колесо Отсутствует выхлопная труба глушителя Так Запускается только с быстрого старта двигатель Нет подушек аутригера Люфт в соединении Переднего кардана Подтекает правый задний ступичный сальник Подтекает поддон двигателя Подтекает задний распределитель Ремонт топливной системы двигателя Давление в гидравлике 210 бар норма Сломан датчик тормозной жидкости Сломан рычаг коробки передач Огромные люфты в рычагах управления Сломано сидение оператора Сломан фиксатор задних дверей Нет левого зеркала Сломана виска муфта Сломаны крышки топливного гидробака Радиаторы забиты полностью Подтекает клапанная крышка двигателя Масло двигателя на минимуме Нет передних крыльев Износ муфты Включение переднего моста в коробке передач Отсутствуют воздуховоды Износ резины 80% Давление двигателя 2 бара При норме 3 на горячую Турбина кидает масло И есть внештатное отключение В системе электропитания двигателя И при этом 7 неисправностей Я уверен на 100% Что данный пробег данного эскаватора 7700 он реальный Здесь не больше он отработан Просто работали так Как видно на данном эскаваторе У нас умеет ломать Ну что ж Посмотрели техническое состояние Эскаватор в погрузке кейс Увидели сколько здесь неисправностей И так далее И да Здесь 7000 часов И это серьезно Этот эскаватор в одних руках Вот что делает Отсутствие Скажем так Контроля Именно Механика И хорошего Качественного Оператора Который должен Как бы Технику Ну смазывать Своевременно И правильно Ее эксплуатировать То есть Что хочу сказать Экономия компании На этих Специальности Да Механика И оператора Машиниста Эскаватор На хороших Калифицированных Специалистов Приводит К полностью Износу Техники Раньше Времени Ну намного Раньше Времени Вот как бы Результат И тут вопрос Да Что дешевле Да Что дешевле Платить Хорошим Специалистам Зарплату Да Которые Они будут Как бы Выполнять Качественно Свои Обязанности Да То есть Будут Обслуживать Вовремя Вовремя Технику Будут Правильно Эксплуатировать Технику Техника Будет Всегда В строю Вы будете Всегда Выполнять Работы Вовремя И качественно То есть Что касается Строительной Работы Ну как бы Все будут Довольны И Механики И операторы Да и вы Потому что Вы будете Зарабатывать Потому что Техника Всегда В строю И вы Выполняете Те работы Которые Предстоит Выполнить Либо Экономите На Механиков Экономите На операторов У вас Операторы Меняются Вот так Ну Каждый месяц А может быть И каждую неделю Ну Насколько У меня Там Информация И Результаты Вы Делаете Некачественную Работу На Объектах Что касается Там Выполнение Эскаватор Подручка Эскаватор У вас Изнашивается Потому что Ну никто За ним Не следит Механик Механика То есть Нету Нормального Который Будет Контролировать Оператора Чтобы он Сладил За технику И получается Работа Выполняется Плохо Техника Выходит Из строя Вложения В технику Большие То есть Я вот В второй Случай То есть Не понимаю Именно Логику И мышление В чем Выгода То есть Если Ваша Собственная Техника Она Как бы Изнашивается Да И Выполняется Те работы Которые То есть Она Не должно Делать И Она Не обслуживается То Рано Или Поздно Выйдет Из строя И То есть Будет Простой Будет Как бы Потеря Заработка Потеря Денег Ну Это Мое Мнение Тут Может быть Я и не прав Это Сугубо Мое Мрение Я Никому Своё Мнение Не Навязываю Просто Высказываю Своё Мнение Со стороны Смотрим Дальше Сейчас Друзья Вспомним Молодость Немножко Достаточно Уже Много Времени Не Работал На Эскаваторе И Сейчас Эскаватор Сломался Скажем так На строительном Объекте Ну Там Потекло Масло Там С каретки Вроде Сейчас Всё Подтянули Поставили Устранили Течь Но Сейчас На нем Надо Будет Сейчас Несколько Ям Переехать Чтобы Подъехать К машине Для того Чтобы Сделать Диагностику Гидравлики Выявить Неисправность И Устранить Вот И Яма Здесь Через Всё Это Надо Будет Через Это Надо Будет Проехать Что Друзья Попробуем Выехать гидравлика Продолжение следует... Ничего страшного. Продолжение следует... 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 Ну, скажем так, жалко на технику смотреть, что с ней стало в течение этих 7000-моль часов. Ну, жалко смотреть, честно говорю. Если такая техника будет работать в одних руках, то все эти узлы выдерживать 15-20 тысяч моль часов с легкостью. То есть, если вовремя обслужить, все в одних руках, техника экспортируется и обслуживается вовремя и правильно. Все это работать годами, 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 потому что это очень износостойкая и терпеливая, надежная техника. Все, друзья, с вами был я, Владимир Королюк. Всем удачи, всем добра.